здравствуйте друзья мы с вами на канале и тонн тв в программе особая папка меня зовут марк горин со мной в студии у нас сегодня новый гость как по мне очень интересный к сожалению пока не часто и мы это будем исправить аре гуд востоковед политолог тюрков как я понимаю в общем я думаю что нам будет интересно аре вот уже прошло несколько дней но все равно все под впечатлением очень значимого события не только для нашего региона визита президента россии владимира путина в тегеран значит состоялся крупный саммит из руководителей президента россии ирана и акцентирую азербайджана почему акцентирую вот об этом и тоже кстати поговорим в ходе нашей беседы а пока давайте вот чего что каждый из представителей руководителей своих государств видел в этом саммите в чем их интерес зачем они туда приехали саммит это не первый раз в таком формате они встречаются первый саммит проходил в баку августе 2016 с теми же участниками дать был тот же формат россия иран и азербайджан в данном случае формат этих этого саммита он носил больше экономический характер нежели политический в данном случае имеется ввиду что азербайджан россия и иран стремятся развивать геополитический проект под название под названием юг-север то есть таким образом это будет и транспортный коридор благодаря которому скажем страны балтии могут посредством ирана попасть в индии это вот самый главный скажем большой геополитический проект который предполагает россия иран и азербайджан представить вместе то что не шелкового пути так другой другой образ шелкового пути номер за два дня до этой встречи тот же президент азербайджана или хамалиев участвовал другом грандиозном проекте который называется баку тбилиси cars этот проект это тоже большой транспортный коридор который фактически соединит китай сегодня с лондоном то есть вы можете сесть в пекине и выйти в лондоне это поезд на поезд на поезд на поезд на поезд на поезд из китая посредством стран средней азии в азербайджан через азербайджан в иран и вы возрождение идеи восточных экспрессов вот на самом деле это так выглядит даже я бы сказал что это не столько с ираном асока с турцией связано то есть последствием турции карни выходит как выходит в конце оттуда в европу то есть вот эти два и самый интересный момент то что вы затронули по отношению азербайджан на самом деле азербайджан проводит многовекторную внешнюю политику и с этой точки зрения несмотря на очень тяжелый геополитический фон который мы с вами знаем да как он находится азербайджан это такой я бы назвал это такой геополитический сэндвич находиться с одной стороны имеется отношение с россией с другой стороны с фундаменталистским ираном третьей страны непредсказуемой турции в этой ситуации найти свое место под сонтом геополитическом лабиринте который азербайджан находит очень сложно и это очень большое на самом деле я думаю что достижение президента азербайджана или хамалиева который на самом деле очень хорошо осознает все элементы геополитики на южном кавказе я с большим интересом потому что вы говорите очень большим интересом но все-таки он не был там старшим партнером давайте посмотрим а что а с чем приехал приехал президент россии что должен был сказать хозяин как бы сами то я понимаю руководитель ирана вот это в данном случае опять же я возвращаюсь к азербайджану азербайджан не является страной который медиатор между россией и иран азербайджан является очень важным геополитическим стержнем на южном кавказе сегодня без азербайджана совершить какой-либо осуществить какой-либо экономический или геополитический проект практически невозможно вот с этой точки зрения и ирану и россии выгодно очень важная позиция азербайджана и президента страны потому что все понимают что он принимает решение в этой ситуации конечно же у россии и у ирана есть свои двусторонние отношения вот что вот давайте начнем с этого я бы хотел вернуться еще к определенным нюансам связанным с азербайджаном как не с каждым из участников и у меня есть очень интересные вопросы на которые я готов вот вот президент россии он поехал это очень непростой вопрос визит сам по себе на фоне на фоне того что происходит на ближайшее отношение и радость соединенных штатами конечно с этой точки зрения ситуации все же понимают что смотрите россия не забывает что в свое время благодаря именно карт партнерству и сотрудничеству с ираном россия вернулась в сирию россия вернулся на ближний восток без поддержки ирана свое время россия не могла бы вернуться на ближний восток и с другой стороны не будем забывать слабость администрации барака обамы который своевременно все это натворила безусловно понятно что в этой ситуации просто пустое россия и иран они сегодня стратегические партнеры. Они сегодня естественные стратегические партнеры. В то же время на той же сирийской площадке будущее Сирии, а Сирия, как говорится, нам не чужая, это просто через дорогу. Да, мы хорошо знаем, что это такое. Иран видит будущее Сирии в религиозном плане, а Россия в светском. Вот здесь мы видим определенное столкновение политических интересов России и Ирана. С одной стороны, Россия хочет сохранить Башар Асада. С другой стороны, Иран тоже хочет сохранить. Но все понимают, что Башар Асад уже битая карта. Нужна новая фигура. Но здесь видение государственности Сирии тоже разное. Новая фигура будет с бородой? Это очень сложно сказать. Потому что, понимаете, все понимают, что той Сирии, которая была 5 лет 7 лет назад, той Сирии уже не будет. До событий. До событий. И понятно, что здесь на Сирии концентрируется очень много геополитических интересов, многих геополитических актеров. Это и Россия, это и Турция, которую, не забудем забывать, что в Турции тоже есть большие проблемы с Сирией. И Турция была одной из тех государств, которая хотела уничтожить режим Башара Асада. До этого он был близким другом. До этого он был близким другом, приглашал в Анталию. Все были друзьями. Интересы поменялись, видение поменялось. И в этой ситуации найти точки соприкосновения России, Турции и Ирана на территории Сирии очень сложно. И поэтому нам, Израилю, конечно же, тоже нужно, необходимо исходить из собственных геополитических интересов. В этом смысле, я думаю, что Натаняк делает большую работу именно с того политического дела, который есть в Путине. Израилю мы отдельно вернемся, потому что это очень важный сегмент нашего разговора. У меня вообще такое чувство, что он там незриво присутствовал. В всяком случае, все его имели в виду, как в будущем отдастся. Поэтому давайте вот поднимем ногу. Президент России ехал в основном за объединением экономических интересов. Да, данный саммит носил больше экономических гарантий, чем политических. Но, насколько я знаю, Иран достаточно активно и серьезно с одной стороны поддерживает Армению в конфликте с Азербайджаном, с другой стороны у него не все в порядке, с иранским Азербайджаном. Там непростые отношения между азербайджанской общиной. А это, по-моему, 30 миллионов страны. 35 миллионов. 35 миллионов. Это почти 40% населения. Да, 40% населения. Население Ирана. Конечно. Огромная страна. Конечно. И в Баку и в Азербайджане до сих пор плачут о части этой иранской. Это основная трагедия. Да, да, да. Конечно. Вот как вот эти все эти непростые вопросы в этом разговоре удавалось что, спрятать под ковер? А может быть что-то обещалось? Я думаю, что под ковер ничего не пряталось, потому что после саммита Россия, Иран и Азербайджан главы государства Ирана и России подтвердили территориальную целостность Азербайджана. То есть Россия и Иран признают территориальную целостность Азербайджана. То есть, как говорится, с Карабахом. Да, с Карабахом, все, что связано с Азербайджаном и конфликтами с Арменией. С Карабахом. Да, но в чем ситуация? То есть, территориальную целостность, я хочу подчеркнуть, это важно и для наших слушателей, и даже для нас с вами в советских границах. В рамках международно признанных границ, которые сегодня есть в Азербайджане. А международно признанные это те, которые были постсоветские или какие-то другие? Постсоветски, в 92-м году Азербайджан стал членом Организации Объединенных Наций. И в рамках Организации Объединенных Наций, когда Азербайджан признали как государство, в этих рамках Нагорный Карабах и 7 оккупированные территория, все эти оккупированные территории, которые сегодня... Конечно, Нахичевань, это неотъемлемая часть Азербайджана. Да, это органическая территория. Да, и поэтому в этой ситуации, конечно же, президенту Азербайджана пришлось нелегко, поверьте мне, потому что я знаю, это очень из близких источников, что на самом деле и даже взаимоотношения Азербайджана и Ирана, они тоже носят очень такой характер падения и подъема. То есть в период Ахмеденжада, практически диалога, политического диалога, Ильхам Алиев не ездил в Тегеран. После того, как власти пришел нынешний Рухани, отношение изменилось и отношение улучшилось в положительную сторону, президент Азербайджана и Азербайджан понимают, что закрывать глаза и говорить, что нету Ирана, Азербайджан не может. Потому что не будем знать, что самая большая граница у Азербайджана с Ираном. Это 600 километров граница. Вот тоже к тому, что вы говорили, что самый интересный парадокс заключается в том, когда всему миру Иран кричит, что мы страна защитники мусульман, угнетенных мусульман. А что мы видим в отношении с Арменией? Мы видим совершенно другое отношение. Никто Армению агрессором не называет, хотя Армения окупировала 20% территорий шиитского Азербайджана. Там в случае шиитского Азербайджана. При том, что в рамках Азербайджана, сегодня в результате этой войны, один миллион беженцев, шиитских азербайджанских беженцев. Этого Ирана тоже не занимает. Фактически братьев граждан Ирана. Фактически, да. То есть с религиозной точки зрения Азербайджан очень близок к Сырине. Я знаю. С религиозной точки зрения. С этнической, с Турцией. С Турцией. Но с точки зрения понимания ситуации, мы видим, что Иран проводит политику реал-политик. То есть у меня нет вечных друзей, у меня есть вечные интересы. Исходя из этого, несмотря на оккупацию территории, несмотря на то, что Азербайджан очень близок с Ираном, мы видим совершенно другую парадоксальную позицию, что у Ирана с Арменией очень хорошее отношение. Даже вот в ситуации, если я помню, например, 1993 год, была даже интересная книга, написанная в самом Иране даже, об ирано-армянских отношениях, где один иранский автор пишет о том, что если бы в 1992 году, наряду с Турцией, которая блокировала Армению во время войны, Нагорно-Карабахского конфликта, Иран бы поступил то же самое, сделал бы то же самое, Армении бы просто... 100%. Армении просто... И Азербайджан это немножко рассчитывал, насколько я понял. Да, в этой ситуации, а что сделал Иран? Иран не с того, чтобы поддержать Азербайджан, Иран начал поставлять сюда топливо, нефть, газ. У них очень хорошие экономические отношения. Дай Бог, Азербайджан не против этих отношений. Говорит, хорошо, это ваша позиция. Против, не против, это непростой вопрос. Но обратите внимание, вот на что. Ведь и у России прекрасно, и с Арменией, исторические замечания. И вообще, я думаю, что если бы не Россия, то вряд ли бы состоялась эта оккупация. Конечно, мы все понимаем, конечно. Да, военные это все. Все понимают, что сегодняшняя ситуация, конечно, Россия... Ключ от регулирования конфликта лежит в Москве. Все это понимают. Армения там многое не решает. Да, 100%. И вот они оба, и Иран, и президент Ирана, и президент России сидят с президентом Азербайджана, обсуждают общие интересы, и слово Армения не звучит. Я думаю, что звучит. Там не звучит, но за кулисами, конечно, звучит. Нет, я вам объясню ситуацию. Не транслировалось. Я вам скажу так, да, Майдзи, сегодня, если посмотреть, например, на позицию, внешнеполитическую позицию Азербайджана, у Азербайджана нет проблем с Арменией. Азербайджан говорит, 20% оккупированных территорий. Да, да. Верните, и мы вам предоставим все возможности. Даже если мы взглянем на ситуацию, связанную с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. Вот эта Баку-Тбилиси-Карс могла бы в свое время быть Баку-Ереван-Карс, потому что посредством Еревана это было намного ближе. Ближе к Еревану. Но Азербайджан это предлагал. Но в ситуации, когда у тебя 20% территории оккупировано Арменией, у тебя 1 миллион беженцев, о каком геополитическом лабиринте. Армения очень жалуется, что Азербайджан держит Азербайджан в блокаде. Ты посмотри, какая у тебя ситуация. Армения не участвует ни в одном геополитическом проекте на Южном Кавказе. Она изолировала сама себя. Да практически кроме Ирана и нескольких. А скажите, а вот чего ждал этого саммита Ирана? В данном случае у Ирана данный саммит имел очень важное экономическое значение. Например, была информация, что вроде Азербайджан подключил Баку-Тбилиси-Карс. Вроде с одной стороны Ирана, с другой стороны Россию решили изолировать. Азербайджанский президент на следующий день после открытия Баку-Тбилиси-Карса был в Тегеране. Он открыл и сказал, что мы готовы, чтобы и Россия, и Иран подключились к нашему проекту. А учитывая отношения Соединенных Штатов и к России, и к Ирану, вот эти отношения с Ираном и с Россией, это не может сказаться на отношениях с Азербайджаном? Смотрите, я думаю, что в этом смысле Азербайджан и президент Азербайджан, они проводят достаточно правильно многовекторную политику. То есть они считают, что нельзя работать только с одной страной. И это правильно. То есть они откровенно говорят, мы сотрудничаем, у нас очень хорошее отношение с Россией, у нас очень хороший политический диалог с Путиным, у нас стратегические отношения с Эрдуганом, потому что Турция – это братская страна, она с этнической точки зрения близка к Азербайджану. Да, у нас хорошее отношение с Ираном. Но при этом всем у нас есть очень хорошее отношение с Израилем. У нас непорядное отношение с Израилем. С Израилем, я хочу все-таки завершить Соединенные Штаты. Да, и в этой ситуации Азербайджан считает, что несмотря на то, что и с Ираном, и, скажем, Россией, у США есть проблемы, Азербайджан эти проблемы на себе не испытывает. Азербайджан готовый откровенным образом работать с Соединенными Шпаттатами. Недавно президент Азербайджана был в Нью-Йорке и встречался с Трампом. У него была хорошая встреча. Да, я думаю, что и США прекрасно понимают, что закрывать глаза на лидера геопоэтических, геоэкономических процессов на Южном Кавказе, как Азербайджан, невозможно. Окей. Мы вот, наконец, пришли к той точке, когда мы можем позволить себе поговорить, как говорится, о самом любимом и главном. Хорошо ли все это для евреев? Вот эта встреча неподалеку от нас, на территории страны, будем прямо говорить, с очень непростыми отношениями с Израилем находятся. И в то же время туда приезжают представители государств, которые у Израиля прекрасные или очень хорошие, очень серьезные, такие надежные отношения. И как мы должны ко всему этому относиться? Я думаю, что в этом смысле израильско-азербайджанские отношения, они являются очень хорошим образцом и показателем того, что, несмотря на очень хорошее отношение с Россией, у Азербайджана с Израилем великолепное отношение. Политический диалог на самом высоком уровне. Политическое доверие на самом высоком уровне. Экономическая составляющая – это бензин. Мы знаем, что 65% бензина, который мы используем в Израиле, это азербайджанский бензин. Военно-техническое сотрудничество на высочайшем уровне. То есть, учитывая весь этот фактор отношений, конечно же, Израилю очень важно сохранить и развивать. Я об этом всегда говорю, когда бываю в Азербайджане, что очень важно, чтобы это движение было двусторонним. И реально оно двустороннее сегодня. Да, да. Реально. И Азербайджан в этом заинтересован. Не будем забывать великолепнейший визит Бибе Натаньягу в декабре 2016 года. Да, я помню. Время было в Баку, и я видел, какие искренние отношения между лидерами стран. И как мы выходцы из Азербайджана, это на самом деле для меня была большая гордость, как президента, премьер-министра Израиля встречали. И Натаньягу это уже не первый визит был в Баку. Еще в 1997 году, когда отец нынешнего президента покойный Гайдар Алиев принимал Натаньягу в 2 часа ночи. Это был первый и последний визит иностранного лидера в Азербайджан в такое время, что президент Азербайджана встречал. Это само по себе говорит об отношении стран. У нас очень хорошее гуманитарное отношение между странами. С Россией, да, тоже наши зрители знают, что у нас постоянные диалоги. Кройку приезжал министр обороны. Да, у нас недавно был министр обороны Азербайджана, Закир Гасанов был с великолепным визитом в Израиле. Был сначала Виктор Либерман, министр обороны. Так что все на очень высокую уровень. И кроме этого, есть у нас гуманитарная часть, что вы знаете, что в Азербайджане проживает где-то 25 тысяч евреев, в Израиле проживает 70 тысяч выход с Азербайджана, как мы с вами, который является реальным мостом этого диалога. И об этом не помните, это не потому, что я здесь для цитаты говорю, но было одно из выражений президента Азербайджана, когда он выступал перед конфессиями Азербайджана. Он сказал, что так как еврейская община в мире, выход с Азербайджана, живущий сегодня за рубежом, защищает интересы Азербайджана и говорит миру правду об Азербайджане, никакая другая конфессия вот этого не делает. Это вот сказал президент Азербайджана. Это очень важное слово. Я думаю, что это очень важное слово. Да, можно быть благодарным ему за такие слова. Это на самом деле так. Не было проблем никогда. И мы с вами никогда это не испытывали. Это стопроцентно да. Но я хочу сказать, все-таки возвращаясь к этой встрече. Да. Как вам кажется, это все-таки очень значимое событие. Конечно. Очень значимое событие. Вы не считаете, что как бы у Израиля как-то ухудшится некоторая ситуация в связи с этой встречей? Я не думаю. Я думаю, что нет. Я так не думаю, потому что, смотрите, у Израиля очень хороший диалог с Россией. Очень хороший диалог с Владимиром Путиным. Путин прекрасно понимает интересы Израиля. В этом регионе Путин прекрасно понимает, где есть красная линия для Израиля, например, в сирийском конфликте. У Израиля есть очень хорошее отношение с Азербайджаном. Есть очень позитивный диалог между странами, который постоянно находится в диалоге. Этот диалог нужно обязательно развивать и углублять. Я думаю, что с точки зрения, конечно, Ирана, все прекрасно понимают об этом на самом высочайшем, высоком уровне. Мне не раз говорили, что вы понимаете ситуацию с Ираном, но у нас, для нас очень важно отношение с Израилем. Самый этот факт говорит, что ничего такого сложного с этого саммита для Израиля не будет. Да, понятно, что здесь у каждой страны есть свои интересы, и каждый исходит из этих интересов. Но для Азербайджана, скажем, Израиль – это очень важная страна. Израиль – она стратегическая. Как Азербайджан является стратегическим стержнем для Южного Кавказа, так и для Азербайджана на Ближнем Востоке Израиль является той страной, на которой Азербайджан располагает и доверяет этой стране. При том, что Азербайджан прекрасно понимает, что есть сейчас неофициальные контакты с Саудовской Аравией, Азербайджан эти контакты приветствует на высоком уровне. И поэтому я думаю, что даже в этом таком лагере, когда вот этот лагерь разделили реально, сунитский лагерь НАТО и, скажем, шиитский лагерь, а Азербайджан этот шиитский лагерь не входит. Азербайджан на стороне сунитского НАТО, потому что… Как ни странно. Как ни странно, да, потому что шиитский Азербайджан вроде. Но здесь есть очень важные страны, которые для Азербайджана имеют очень важное значение. Это Саудовская Аравия и Турция. С российской точки зрения это для Азербайджана. Это очень интересно, что вы говорите. Но смотрите, на официальном уровне мы не услышим, что Азербайджан на стороне вот этой влаги. Но есть внешнеполитическое поведение, которое подводит к нас домой и показывает нам реально, на какой стороне Азербайджан. Восток, дело тонкое. Конечно. Вы знаете, во-первых, очень хорошо, что вы вселили в нас и у нас взвлекли некоторый оптимизм. Хоть какой-то. Во-вторых, сама нота, сама по себе очень оптимистическая, на которой мы заканчиваем. Ну, достаточно оптимистическая. И, наконец, оптимистично то, что вот вы назвали ряд очень интересных тем, там, присутствие Саудовской Аравии, Турция, Саудовская Аравия, суниты, шииты. Это очень интересная тема ваших работ и ваших раздумий. Поэтому оптимистично то, что мы на эту тему, я надеюсь, еще когда поговорим. Конечно, я всегда готов быть в вашей студии. Спасибо. Все, что необходимо с моей стороны, я всегда готов. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо всем, кто был с нами в эти минуты на канале ИТОН-ТВ. ИТОН-ТВ